Спасибо за то, что вы с нами. Все, что чего-то стоит, требует самопожертвования. Если вы хотите получать диплом, то вам нужно учиться и ходить на занятия. Если вы хотите начать бизнес, то потребуется огромная решительность и страсть. А если вы хотите иметь прекрасный брак, то за это придется побороться. Для этого нужны усилия и преднамеренность. Без войны победы не будет. За самые важные вещи придется посражаться, но оно-то пустует. Сегодня мы поговорим о том, как заявить права на свое будущее. А в конце я хочу познакомить вас с человеком, который переплыл Атлантический океан на грибной лодке. Это было то еще сражение. Божьих вам благословений, давайте начинать программу. Иисус Новин возглавил евреев после того, как они 40 лет блуждали по пустыне. Они 40 лет были далеки от своего предназначения. И вот наступило время выйти из пустыни и войти в место назначения. Я хочу сказать вам, наступило время, сейчас та самая пора, когда нам с вами нужно выйти из пустыни, по которой мы бродили, и претендовать на все, что Бог имеет для нас. Но в самом начале Бог сказал Иисусу Новину, всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей, и как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Будь стверд и мужествен. Это было обещание, что Бог дает им эту землю. Но как мы знаем из этой книги, Иисусу Новину пришлось сражаться за каждый сантиметр. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, но там же их ожидало сражение. Поэтому и нам не нужно удивляться, когда мы оказываемся в сражении. Наличие сражения не означает отсутствие Бога. Если вы сегодня сражаетесь за что-то, не падайте духом. Бог рядом, Бог с армией ангелов всегда рядом с вами. Аминь. И как и Иисусу, нам придется сражаться за то, что и так нашим. У вас есть реальный враг, и он делает все, чтобы помешать вам стать тем, кем запланировал Бог. Но его власть ограничена. Библия говорит, что больше тот, кто в вас, чем тот, кто в этом мире. Поэтому мужайтесь. Сегодня я хотел бы поговорить о том, что делать, если то, что возникло перед вами, кажется непреодолимым. А вы уже проходили сражения, но не уверены, справитесь ли с этим. С такой же ситуацией Иисус столкнулся в 10 главе. В этой главе Иисус ведет свою армию на бой с пятью царями и их армиями. У тех армии больше навыков и оснащения, чем у евреев, после того, как они бродили по пустыне с палками и камнями, но на их стороне был Бог. И вот они оказываются в невозможной ситуации. Иисус Сыновина 10.8. И сказал Господь Иисусу, не бойся их, ибо я предал их в руки твои. Никто из них не устоит пред лицом твоим. То есть он еще не успел прийти и вступить в первый конфликт, они уже выиграли это сражение. С вами дело обстоит так же. Если вы во Христе Иисусе, Библия говорит, что вы победите. С чем бы вы ни столкнулись, Бог уже сделал нас триумфаторами во Христе Иисусе. Но, если честно, даже со всем этим очень легко упасть духом, чувствовать усталость и думать, я больше не могу молиться об этом. Я так давно молюсь, и не вижу никаких сдвигов. Я цитировал Писание, молился, верил, и при этом нам кажется, что проблема слишком большая. Запишите. Если проблема слишком велика для вас, то она подходящего размера для вашего Бога. Если проблема слишком велика для вас, то она подходящего размера для вашего Бога. Если вы сами можете справиться, то Бог вам не нужен. Только в те моменты, когда вы не знаете, как пройти это, или что делать дальше, появляется Бог. Он специализируется на превращении невозможного в возможное. Армия Израиля шла всю ночь на это эпическое сражение. И утром, до рассвета, они планировали внезапно напасть на врага. Они воевали весь день, вплоть до самого конца дня, но сражение еще не закончилось. Они побеждают, и даже сказано, что враги бегут от них, но Иисус Новин держался за обетование «Никто не устоит пред тобой». И Иисусу нужно было принять решение. Они хорошо воевали, и он мог просто вернуться в свой шатер, поужинать и лечь спать. Но он хотел захватить землю. Из опыта он уже знал, что любое место, которое ты оставляешь врагу сегодня, становится его твердыней завтра. Поэтому мы сегодня не оставим никакого места врагу. И тогда он произнес нелепую, дикую и, казалось бы, бессмысленную молитву. Это 12 стих. «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиную Айолонскую». Он молился, чтобы солнце остановилось. Это невозможно. Солнце не останавливается. Он даже не знает науку. «Иисус новин – это глупая молитва. Но это сразу же обнадеживает меня, когда у меня глупые молитвы». Значит, Бог может понять, что мне нужно. «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиную Айолонскую». «И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим». Вы хотели бы оказаться там в тот день? Далее сказано, что такого дня не было ни до, ни после. Ничего себе. Это большой день. Но если вы похожи на меня, то вы думаете, как это произошло? Бог остановил вращение Земли? Разве тогда мы не улетели бы в космос? Это вообще возможно? А может, Он создал запасное солнце, и мы можем часами размышлять об этом и о научной вероятности этого события, но моя вера держится за то, что Бог, создавший солнце, может указывать солнцу, что ему делать. Поэтому вместо того, чтобы цепляться за научную вероятность этой истории, Бог желает, чтобы у нас с вами была такая же смелость и вера, как и у Иисуса новина. Вера в то, что мы служим Богу, который способен на все. Поэтому мои молитвы станут смелыми и дерзновенными. Я буду верить, что то, что кажется невозможным, вообще не проблема для моего Бога. Вопрос, что в вашей жизни кажется вам невозможным, и для этого вам нужен Бог. В этой истории Иисус новин сделал три вещи, чтобы одержать победу. Я думаю, что то же самое нужно сделать нам с вами, чтобы захватить свои территории. Во-первых, вы должны держаться за свое обещание. Скажите это, мы должны держаться за наше обещание. Еще до начала сражения Бог дал Иисусу новину обещание. В восьмом стихе, помните, он сказал, «Не бойся их, ибо я предал их в руки твои. Никто из них не устоит пред лицом твоим». Это было обещание для Иисуса новина, и он пошел воевать, держась за это обещание. И когда он чувствовал усталость, разочарование, или видел, как его друзья падают в этом сражении, он мог держаться за свое обещание. Вопрос к вам, а за какое обещание держитесь вы сегодня? Если вы не можете захватить землю, то позвольте Богу вести вас за собой. Он знает, как провести вас через то, в чем вы находитесь. Но вам нужно открыть инструкцию для игры и следовать ей. Если вы хотите победить, то вам нужно следовать слову. Если вам нужен успех, то вам нужно следовать его стратегии. В Библии есть все, что нам нужно для захвата земли. Если вы ее еще не читали, то начните это делать. У нас есть специальный план для чтения Библии, который мы разработали, чтобы помочь вам «Если у вас нет денег, чтобы купить этот план, то скажите нам, и тогда это запишут на мой счет». Еще вы можете получить его бесплатно в электронном виде. Загрузите приложение YouVersion, и там тоже есть много планов. Так я изучал Библию этим утром. Читайте Библию. Второе. Что я заметил в Иисусе на вине, он держался за Бога. Он держался не только за обещание, но и за того, кто дал это обещание. Я имею в виду, что он держался за Бога в молитве. Когда он молился об остановке солнца, он говорил, «Бог, нам нужно, чтобы ты сделал то, что еще никто и никогда не делал». Это были смелые молитвы. Очень смелые молитвы. Смелость — это поведение, которое родилось из моей веры. То, во что я верю, влияет на мое поведение. Если я верю, что Бог сильный и могущественный, то это влияет на мои молитвы. Ваши молитвы определяют, как вы верите. Если вы мало молитесь, то это означает, что вы не так уж верите в Бога или не думаете, что молитва работает. Если у вас жалкие молитвы, то создается впечатление, что вы считаете Бога жалким и способным лишь на что-то маленькое. «Господь, не оставь нас». А я уже сказал, что не оставлю и не покину вас никогда. Можно что-то посложнее? «Господь, сохрани нас пути». Пристегнись, перестань смсить за рулем, и все будет в порядке. Я хочу, чтобы мы были церковью, которая произносит смелые и радикальные молитвы, в которых, если Бог не вмешается, мы разобьемся. Мы молимся о том, чтобы рак исчез, аутизм ушел. Мы молимся за восстановление семей. Мы молимся за разрушение зависимости от порнографии. Мы молимся за свободу наших семей во имя Иисуса. Вот как мы молимся. У нас в молодежной группе есть три девушки, которые отправились в миссионерскую поездку в Южную Америку. Они пришли в одну деревню, общались с людьми, молились и наткнулись на ребенка с пеленой на глаза. Он был слепым, потому что другие дети повсюду водили его. Они решили помолиться за него. Они смело помолились за то, чтобы он прозрел. Они подумали, Иисус молился и слепые прозревали. И он сказал, что мы будем делать еще больше, чем он. И в вере они сказали, Иисус, мы верим, что ты откроешь глаза этому мальчику. И пока они молились, плена с глаз начала исчезать, и появились зрачки. К мальчику вернулось зрение. И он начал бегать по всему поселку. Да, это Бог. Еще в нашей команде есть девушка, у которой много лет был рак правого глаза. И врачи сделали все возможное, чтобы удалить опухоли в ее глазу. Ничего не помогало. И они решили удалить глаз, чтобы рак не перекинулся на мозг. Эту девочку привели к пастору Дэниелу и попросили помолиться за то, чтобы операция прошла хорошо. Он сказал, «Нет, я буду молиться за то, чтобы рак ушел». Дэниел возложил на нее руки и молился о том, чтобы рак умер. Я уверен, что родители молились об этом, но по какой-то причине в тот день та молитва сработала, Бог начал двигаться в ее теле. Это говорит о том, что нужно быть настойчивыми. На следующий день перед операцией ее еще раз осмотрели, но не нашли рака в том глазу. «Может, это другой глаз?» Они осмотрели другой глаз, и там тоже не было рака. Рака не видно ни в одном глазу. У девочки остались оба глаза, и сегодня она здорова во имя Иисуса. Молитва — это место, где ваша вера сталкивается с Божьей силой. Бог всемогущий, может, у Него есть то, что и вам нужно. Я знаю, что у Него это обязательно, точно есть. Вам лишь нужно молиться. Я считаю, если вам хватит дерзости попросить об этом, то Ему хватит силы сделать это. А вера имеет пророческий аспект. Ваши молитвы — это пророчество. Вы провозглашаете свое духовное будущее. Если вы не можете пророчески молиться, если вы не можете увидеть что-то духовными глазами, то вы никогда не увидите это своими телесными глазами. А вот с чего все начинается? Боже, помоги нам произносить большие и смелые молитвы. У нас сейчас 21-дневный пост, и я молился с некоторыми из вас. У вас большие, смелые и отчаянные молитвы. Хотя пост подходит к концу, продолжайте отчаянно искать Бога. Оставайтесь зависимыми от Бога. Бог сказал, «Вы найдете Меня, если будете искать всем сердцем». Ищите Бога всем сердцем, и Он придет к вам. Сегодня у нас в гостях девушка из Великобритании по имени Джулия Иммон. Джулия отчаянно желала, чтобы Бог сделал что-то с ее жизнью. Она хотела, чтобы Он использовал ее, хотела найти свое предназначение, и это привело ее к сражению, которое заставило ее нуждаться в Боге еще более отчаянно. Послушайте ее историю. Каждые 30 секунд кто-то становится жертвой торговли людьми. И мне хотелось как-то повлиять на это, но я не понимала, как я могу сделать что-то с этой невероятно бесчеловечной несправедливостью. Это стало началом путешествия и прекрасной возможности пересечь Атлантику на гребной лодке. Я стала голосом многих рабов, которые сегодня не имеют этой свободы. Это было самое сложное и самое лучшее из всего, то, что я когда-либо делала. Иногда я гребла в 2 часа ночи и думала, что я здесь делаю посреди Атлантики. Волны бились о нас. Мы гребли по 12 часов в день. У меня были мозоли, раны и иногда морская болезнь. Физически испытание было очень сложным, но сражение в голове, вот что было еще сложнее. Но если эта боль имеет цель, то это все меняет. Моя вера буквально парила над океаном. Я молилась утром, днем и вечером. Я провозглашала Божье обетование над моими чувствами, потому что иногда было так сложно, что я думала, что больше просто не смогу. Мы вели разговоры с Богом. Иногда я просто плакала. «Господь, это так тяжело!» Иногда я просто благодарила, наблюдая за этими умопомрачительными закатами и рассветами. Когда мы доплыли, было уже темно. Когда я выходила из лодки, мои ноги дрожали, но я была в восторге. Это было... Это было самое невероятное и неописуемое чувство. Я была так рада увидеть и обнять мою семью. Я долго не отпускала их. Гребля за свободу — это лишь начало в нашей борьбе против торговли людьми. А на что вы готовы ради свободы? Как же это круто! Поприветствуйте Джулию Иммонен. Мы так рады, что вы сегодня здесь. Пусть Бог благословит вас. Мы так рады, что вы здесь. Вчера вы приехали к нам как друг, но будете уезжать как часть семьи, потому что вы разделяете нашу страсть сиять Божьим светом в темном мире и приносить Божью надежду тем, кто больше всего нуждается в ней. И я хочу спросить, что заставило вас пойти на такое? Около восьми лет назад я посмотрела фильм «Заложница» с Лиамом Нильсеном, и я с ужасом думала, такого не бывает, это придумали в Голливуде. А через несколько месяцев я попала на женскую конференцию «Хиллсонг», где Крис Кейн рассказывал о торговле людьми. До этого меня ничего не цепляло, но в тот момент Бог буквально разбил мое сердце на осколки. Я поняла, что мы не можем изменить все, но мы можем сделать хоть что-то. И я решила посмотреть, что же я могу сделать, какие у меня навыки, таланты и сферы влияния. Я люблю спорт, занимаюсь им и работаю в этой сфере. Поэтому спорт сразу же пришел мне в голову. Вначале я решила пробежать марафон ради жертв торговли людьми, а потом все переросло в греблю через Атлантику. Я понимала, что это невероятное, большое задание. Поэтому нужно вначале прийти с ним к Богу, перед тем, как рассказывать кому-то об этом. На празднике в церкви я попросила трех незнакомых мне женщин помолиться за меня. Я хотела, чтобы Господь дал мне подтверждение. И одна женщина сказала, я вижу вас в лодке, и вы берете власть над штормом. А другая сказала, я вижу целый ряд ангелов, которые аплодируют вам на океане. Я чуть со стула не упала. Вот так подтверждение, это правда. Я поняла, что Бог призывает меня к этому. И я решила, что это прекрасная возможность пересечь Атлантику по маршруту торговцев людьми. Мне посчастливилось познакомиться с прекрасной девушкой по имени Александра из Мексики. Она тоже была на той конференции. Она рассказала, как ее продали в рабство, обещая ей работу. Ее заставляли обслуживать по 30-40 мужчин за ночь. Ее жалили скорпионами, на нее мочились и оставляли на ней клейму. Она прошла то, что никогда и никто не должен проходить. И я пообещала Александре, что переплыву Атлантику хотя бы ради нее. Я пообещала ей это. Прекрасно. Бог был с вами. На всем вашем пути по 6 недель в океане и 2 года подготовки не прошли без трудностей. Расскажите о самых больших трудностях и как вы держались за Бога и Его обещания на этом пути. Это просто удивительный шаг и очень смелый. Поделитесь, как все происходило. Да, это был путь и сражений и благословений. Я поняла, что в комплекте с публичными победами идут личные сражения. Как только вы решаете сделать что-то необычное или изменить что-то в этом мире, то я вам гарантирую, что будут трудности, а иногда жизнь может наносить неожиданные жестокие удары. По своей наивности я сказала «Ура, Господь! Я переплыву Атлантику!» Но в то же самое время бизнес моей мамы пришел в упадок, и у нее был серьезный эмоциональный срыв. Я приходила на работу, на телевидение в 4 утра, потом весь день ухаживала за мамой, а затем возглавляла международную группу девушек, которые собрались вместе из-за несправедливости. Это было очень сложное время в моей жизни. Затем я уволила нашего шкипера. В нашей команде должно было быть 6 девушек, а я уволила самую опытную за 2 дня до заплыва. На бумаге это казалось безумием, но на самом деле решение было правильным. Но выглядело так, что невозможное задание стало еще более невозможным. Мы сделали миллионы грибков, и с каждым грибком я думала, что мы захватываем землю, возвращаем то, что враг украл у миллионов людей. Мои чувства постоянно менялись. Страх просто парализовал, и мне нужно было провозглашать, что Бог говорит об этой ситуации. Он сказал, что я имею власть над этим штормом, и я просто провозглашала все стихи, которые знала, несмотря на мои чувства. Иоанна 14, 27, «Мир мой даю вам, мир мой, оставляю с вами». Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Я цитировала этот стих, несмотря на все мои чувства. Ломалось все, что только можно. Вода наполняла лодку, и нам приходилось ее выкачивать. Я молилась изо всех сил, но все равно что-то случалось. Однако он верный, и он обязательно проведет вас на другую сторону. Прекрасно сказано. Вы рассказывали, что постоянно слушали хвалу и поклонение. Бог верный, он никогда не подведет. А также продолжали цитировать Писание, чтобы вы сказали тем, кто сейчас посреди шторма, но еще не видит, еще не видит своей победы. Да, в нашем заплыве участвовала лодка с именем «Мечтай и делай». Прекрасное имя. Мечтать важно, что это легкое, веселая часть, но когда мы начинаем делать, начинаются трудности, задержки, и на этом этапе многие сдаются. Они так и не достигают своего полного потенциала. Делать — это важная часть, когда нужно быть полным решимости и не сдаваться. Я бы изменила название той лодки на «Мечтай, молись и делай», потому что молитва — это основополагающий фактор во всем этом. Последние девять лет у меня есть молитвенный партнер. Каждый понедельник в 21.00, где бы я ни была, мы с моей подругой Кристи обязательно молимся. Мы видели, как океаны разделяются, горы двигаются, но я бы не отказалась от трудностей, потому что сила и устойчивость, о которых я даже не подозревала, были найдены внутри меня. Продолжайте ползти, стоять, двигаться и продолжайте провозглашать Его обещания, потому что вы можете иметь мир даже посреди шторма. Мечтайте, молитесь и делайте, и Он приведет вас на другую сторону. Сегодня мы узнали, что вы должны держаться за обещания. Во-вторых, мы узнали, что нужно держаться за Бога. И третье, о чем говорила Джулия, нужно держаться за свою мечту. каков образ того, о чем вы верите Богу. Держитесь за этот образ. Джулия приходилось держаться за свою мечту на каждом грибке. Когда Иисус Новин шел по земле обетованной, он держался за видение, за мечту, которую дал ему Бог, мечту о свободной жизни для народа Божьего. И мы знаем, что у Иисуса тоже были сомнения, потому что с самого начала Бог неоднократно говорил ему, будь стверд и мужествен, не переживай, я с тобою. Когда вы следуете за тем, что Бог имеет для вас, сомнения всегда будут у вас на плече. Враг будет постоянно шептать, у тебя не получится, Богу нет до тебя дела, он не слышит твои молитвы. Но вам нужно возвращаться к тому, что вы знаете. А вот что знаю я. Если Бог дал вам какое-то видение, то все силы ада не могут помешать ему исполниться. Я знаю, что многое из того, о чем вы молитесь, видение от Бога. Бог дает вам видение о том, как ваша семья объединена в любви и благодати, в единстве и прощении. Это точно от Бога. Видение о том, как кто-то из вашей семьи приходит к Богу, это тоже от Бога. Безусловно. Видение о свободе от зависимости тоже пришло из Божьего сердца. Поэтому не смейте сдаваться никогда и ни за что. Продолжайте грести. Даже если начинается шторм, продолжайте грести. Даже если не видно землю, продолжайте грести и делайте это во имя Иисуса. Спасибо за то, что были с нами. И в конце этой серии я призываю вас продолжать грести. Не гребите одним. Не пытайтесь захватить землю сами. Джулия, историю которой вы слышали, не переплывала Атлантику одна. Иисус Новин не один вошел в землю обитаванную. И вы тоже не должны идти в одиночку. Бог задумал, чтобы вы сделали это в сообществе с другими верующими. В римлянам первой главе сказано, «Я хочу, чтобы мы помогали друг другу вере. Ваша вера поможет мне, а моя вера поможет вам». Апостол Павел писал об этом, потому что знал, что иногда наша вера будет слабой, и ваша вера поможет мне, а моя вам. Вот почему Бог создал нас семьей. Мы считаем, что церковь это не здание, а семья, к которой вы принадлежите. А входим мы в эту семью через Иисуса Христа. Другого пути нет. Когда вы отдаете свою жизнь Иисусу и просите Его стать вашим Господом, Библия говорит, что вы рождаетесь заново в семью Божию. Но только вы можете принять это решение. Это самое важное решение в жизни. Если бы сегодня был последний день вашей жизни, вы знаете, где бы вы провели вечность? Вы точно знаете, куда именно вы попадете после смерти. Библия говорит, что Иисус пришел, чтобы расплатиться за наши грехи, и дать нам отношения с Богом. Каждый из нас может иметь это прощение, принятие и благодать Божию. Если вы хотите этого, то я поведу вас в молитве. Это простая молитва подчинения Иисусу. Если вы хотите, чтобы Иисус вошел в вашу жизнь, дал вам прощение за ваше прошлое, новое начало и светлое будущее, то повторите эту молитву за мной. Скажите, дорогой Господь Иисус, прости мне все мои грехи и за мой жизненный путь. Сегодня я хочу следовать за тобой. Веди меня за собой, а я всеми силами буду следовать за тобой. Буду следовать за твоим словом до конца моих дней я молюсь тебе во имя Господа Иисуса. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Надеемся увидеться через неделю. Наша церковь находится по всей Флориде и одна из них точно недалеко от вас. Если вы хотите больше узнать о нашей церкви, то заходите на наш веб-сайт. Мы будем рады увидеть вас. Благословения вам, друзья!